Добрый вечер! В прямом эфире Вести Кабардино-Балкария о событиях уходящего дня расскажем вам мы, Арина Желясова и Олимхостов. Смотрите в выпуске. Тарифы за проезд и безопасность школьных автобусов. В преддверии нового учебного года руководство Минтранса КБР встретилось с представителями предприятий-перевозчиков. И снова Целина. Студенческий стройотряд вернулся в Кабардино-Балкарию с крупнейшей стройки Урала. Это незабываемый опыт на самом деле. Молодежь делится своими впечатлениями. Пресс-служба главы и правительства Кабардино-Балкарии запустила новый проект «Задай вопрос главе КБР». Акцию собираются сделать регулярной, а сам Коноков продолжит открытое общение с жителями республики. Сейчас получить ответ от Арсена Конокова по волнующей теме. Можно, если задать вопрос интернет-приемной, оставить сообщение на официальном сайте антикоррупционной горячей линии или прокомментировать микроблок Конокова в Твиттере. Либо сделать это вживую, записавшись на личный прием главе, а также в ходе его рабочих поездок в населенные пункты. Новый проект обещает стать еще одним каналом связи с руководителем Кабардино-Балкарии. Направлять свои вопросы главе Кабардино-Балкарии уже можно. Для этого следует выбрать любую тему через интернет-приемную на сайте глава.кбр.рф или глава.кбр.ру. Также по телефону 40 4307. Либо отправить их по электронной почте. Адреса вы сейчас видите на экране. На первую серию вопросов, поступивших до 5 сентября, Арсен Коноков ответит в прямом эфире одного из государственных телеканалов республики. Сегодня в Министерстве транспорта Кабар состоялось совещание с руководством автотранспортных предприятий. Обсуждались проблемы безопасности перевозок пассажиров и техническое состояние школьных автобусов. На заседании также рассмотрены вопросы, связанные с тарифами за проезд, точнее с их повышением. С подробностями наш специальный корреспондент Альберт Корцаев. В преддверии Дня знаний обсуждаемые проблемы эксплуатации школьных автобусов оказалось как никогда актуально. Специальная комиссия решила обследовать их состояние и обнаружила, точнее не обнаружила автобусов. Директора оправдались тем, что транспорт находится у водителя. Тем не менее, членам комиссии автобусов воочию показать не смогли. Они никуда не делятся, они на месте, но на проверку не представили в данный момент. Мы сейчас наметили уже и срок, и все. Эта же комиссия повторно будет выезжать и проверять, где они находились, чем занимаются и какое состояние, техническое состояние транспортного средства. В том числе и соответственно водителя для перевозки детей. Кроме того, затраты на содержание и эксплуатацию школьных автобусов не всегда оправданы. Комиссия постановила распределение этих средств, теперь будет возложено на муниципальные власти. В преддверии празднования нескольких дат, выпадающих на первое число, безопасность на дорогах необходимо усилить, отметил министр транспорта. Причем как в населенных пунктах, так и в черте города, где будут проходить основные торжества. Почитали, не лишним еще раз обратить ваше внимание на необходимость усилить бдительность в целях недопущения террористических проявлений, соблюдения правил безопасности при перевозке детей. Необходимо провести дополнительные инструктажи среди персонала и водителей. Пожалуй, самая неприятная новость, которая была озвучена на совещании повышения тарифов за проезд до 10 сентября, их стоимость на межмуниципальном транспорте подорожает. В 2011 году наши жители ездили, будем так говорить простым языком, по тарифам 2010 года. Но в этом году опять произошел определенный рост цен на энергоносители и налоги, и поэтому в этом году тарифным комитетом были пересмотрены тарифы. На межсубъектные маршруты стоимость билетов осталась прежней. Дороже станут поездки только внутри Кабардино-Балкарии. С 95 копеек за километр для автобусов до 1 рубля 10 копеек и с 1 рубля 14 копеек за километр на маршрутках до рубля 30 копеек. Умножьте эту цифру на километраж до нужного населенного пункта, получите конечную сумму. И, кстати, перевозчики могут ее округлять только в меньшую сторону. Сколько именно будет стоить билет до родного села, точнее можно узнать на вокзалах. Перед сентябрьскими праздниками обновлены пешеходные переходы Нальчика. Их в городе более 400. Работа продолжается и проводится совместными усилиями Дорожной инспекции и госгородмистрации. Свежая разметка нанесена практически на всех улицах столицы. Под особым контролем в преддверии 1 сентября дорожная сеть, прилегающая к территории школьных и дошкольных учреждений. С недавнего времени в республике практикуется нанесение желто-белой разметки. Эта практика позаимствована в других городах и регионах. Сочетание двух цветов вынуждает водителей обратить дополнительное внимание на те участки дороги, где основная масса пешеходов – дети. Предложение это было озвучено и поддержано на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения. Таких пешеходных переходов по городу – 10. Желтая метка появилась и возле остановочных комплексов. На этом сотрудники ГИБДД решили не останавливаться. Совсем недавно представитель управления ГИБДД находился в Москве в командировке. Там они получили приборы, которые устанавливаются на дорожных знаках, пешеходный переход. То есть это, скажем так, страдоскопы, которые устанавливаются на дорожных знаках и для привлечения внимания периодически дает мигание света. Пешеходный переход на перекрестки улиц Идарова и Лозо уже оснащен новым оборудованием. Автономный индикатор для привлечения внимания водителей будет установлен и на пешеходном переходе пересечения улиц Ленина и Лермонтова. Продолжаем выпуск. К завтрашним праздникам приурочено открытие нескольких социальных объектов. Торжества пройдут, а новые и отремонтированные объекты прослужат еще годы. Так, пять лет назад в рамках празднования 450-летия добровольного вхождения по республике было введено в эксплуатацию 10 школ, которые не просто дополнили образовательные учреждения республики, сегодня они претендуют на звание лучших. О молодых школах Наталья Булат. Эти кадры уже история. Пять лет назад, в начале 2007-го, в Верхней Балкарии полным ходом шло строительство общеобразовательного комплекса. В селе на тот момент проживало свыше 4 тысяч жителей, мест в детских садах катастрофически не хватало. В переполненных школах учились в три смены. Сейчас учебное заведение в общей сложности, рассчитанное на 350 мест, по праву борется за звание лучшего в Черекском районе. Третье место по готовности к новому учебному году, но уже в Нальчике несколько дней назад, заняла средняя школа номер 32. Ее тоже возводили в рамках программы мероприятий, приуроченных 450-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав России. Уже несколько лет здесь работают по новым образовательным стандартам. У нас заключен был договор с Академией повышения квалификации города Москвы. Тесно с ними сотрудничаем. В рамках этого договора наши учителя ездили в Москву на курсы повышения квалификации. То есть мы опробируем стандарты второго поколения для начальных классов. Более 60% педагогического коллектива учителя высшей категории. В прошлом году школа вошла в национальный реестр образовательных учреждений России. А это дорогого стоит. Так же, как и то, что двое учеников стали победителями всероссийских олимпиад. В селении Дуголубге и строительство учебно-образовательного комплекса ждали с нетерпением. Его возвели в отдаленном конце села. Детям до этого приходилось ходить по 5-6 километров до другой школы. Рассчитанный на 150 школьных и 100 дошкольных мест комплекс сдали в эксплуатацию также к 400-летию присоединения. Оборудовали по последнему слову техники, но этого все равно не хватает. Чтобы снять социальную напряженность, мы в нашей школе, например, создаем две группы численностью 40 детей. Но в прошлом году, я могу сказать, что в прошлом году мы открыли дополнительно в детском дошкольном блоке 20 мест. И таким образом получается, что мы за два года открываем 60 новых мест. С тех пор, как школа и детский сад заработали, по соседству начали отстраивать частные дома. Сейчас уже смело можно говорить о создании нового микрорайона. Всего же в рамках 450-летия добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав России по республике было введено в эксплуатацию 10 новых общеобразовательных учебных заведений. Наталья Булат, Адмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкария. В связи с сохраняющейся угрозой совершения террористических актов в праздничные дни штаб силовых структур КБР обращается к гражданам с просьбой проявлять повышенную бдительность, обращать внимание на подозрительных лиц, оставленные без присмотра автотранспорт, свертки и сумки. При сдаче в наем квартир, гаражей, домов в обязательном порядке удостоверьтесь в личности нанимателя. Если вы располагаете информацией о готовящихся или уже совершенных преступлениях, просьба незамедлительно позвонить по телефону 48 16 37 оперативный штаб 40 49 10 дежурная часть МВД по КБР, 47 15 16 дежурная часть УФСБ России по КБР. Сегодня студенты Кабардино-Балкарии вернулись из Екатеринбурга. Отряды трудились на крупнейшей строительной площадке Урала в течение двух месяцев. Мобилизация студентов страны для освоения целины и возведения нового района стартовала 6 июля этого года. Инна Богатырева о впечатлениях молодежи. Что мы? Эй, брус! Наш девиз! Рука, забодай на ус! Всех сильней наших брус! Кребите этого внимания, иначе будет. Давай, до свидания! 19 ребят из Кабардино-Балкарии, попрощавшись с гостеприимным Екатеринбургом, вернулись в родную республику. Эмоции еще продолжают бить ключом. Это незабываемый опыт на самом деле. Мы общались с другими отрядами, и они подарили нам вот это с Пермского края, это Алтайские наши друзья подарили значки, вот это тоже с Пермского края, вот кирпичики. Мы в поезде три дня отдохнули. Все хорошо, вот отлично. Мы приехали на учебу сразу. Ну, привычно было. В прошлом году тоже в Сочи съездили. На площади 400-летия их встречают друзья, родные и те, кто принимал непосредственное участие в организации знаковой для нынешней молодежи поездки. Надеемся, таких объектов будет больше, и у нас будет возможности больше ребят отправлять на такие виды работ, скажем так, вот за 30 с чем-то дней по 40 тысяч заработал там каждый. То есть, мне кажется, лето вот так провести с пользой, лето провести вот так интересно, делая красивое дело и для страны, мне кажется, это неплохо. Возрождение советских традиций по организации работы стройотрядов после 20-летнего перерыва считают инициаторы весьма своевременно. В прошлом году на строительные объекты в Сочи удалось отправить около сотни ребят. В этом возможность заработать уже в Екатеринбурге, Ейске и Волгограде получили 150 молодых людей. Работа для студентов нашлась и в родной республике. Инна Богатырева, Анзорка, Широков, Вести, Кабардино-Балкария. И в завершении выпуска информация от городской мэрии. В связи с предстоящими праздниками завтра на площади Абхазии отменяется еженедельная ярмарка выходного дня. Об этом сообщает администрация Нальчика. На этом у нас все. Напомним, новость нашей программы вы также можете найти на сайте вести.кбр.ру. Далее по ходе Зухраб Шихачева. Мы с вами прощаемся и поздравляем с наступающими праздниками. Всего доброго и до встречи. Зачков 2012. Мировых трендов. Сделай свой выбор. Сеть салонов «Линар Оптик». Ногмова 70. В магазине «Уфис и дом» итальянские спальни от 98 тысяч рублей. Спальня у московских фабрик от 29 тысяч 990 рублей. Огромный выбор матрасов. Спешите. Город Нальчик, улица Кирова, 294. Добрый вечер. По республике в выходные, впрочем, как и к началу следующей недели, нас ждут дожди. В среднем около плюс 25, прогнозируют метеорологи. По данным информагентства «Метеоновости», ветер переменный 2-3 метра в секунду, атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Над Зольским районом облака небольшие дожди. Здесь около плюс 21. У подножия Эльбруса возможны дожди с грозами плюс 15 градусов. При переменной облачности термометры в Тернаузе покажут до 17 и выше ноля. В Баксане, Чигиме, Нордкале и днем столбики термометров подойдут к отметке 22-23 тепла. Чуть больше в Прохладницком и Майском районах синоптики не исключают осадки. Схожая погода в Тирском и Лискинском – ветрено, но довольно тепло – до 24 градусов. Как и по всей республике, в Кашхатал есть вероятность дождя и 21 градус. В Нальчике хоть дождливо, синоптики обещают будет тепло. Температура на отметке 23 градуса. О погоде все. Хороших выходных. Монтаж кровли, сайдинг, аксессуары, системы вентиляции. Кровля-центр. Центральней не бывает. Россияне. Национальное достояние. Кроверка. РОЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры делал DimaTorzok Березовский проиграл. Почему высокий суд Лондона отклонил его иск к Абрамовичу на 5 миллиардов? Господин Березовский является незаслуживающим доверия свидетелем. Временами свидетельства, которые он давал, были умышленно нечестными, заявила судья. Двойное убийство в Казани раскрыто. Преступник, кандидат науки близкой знакомой семьи, написав кровью свободу после...